В поисках инвесторов Ненецкий округ на Международном арктическом форуме, который прошел в Архангельске, представил инвестиционные проекты, на реализацию которых потребуются миллиарды рублей. Наш регион стал одним из восьми арктических субъектов, представивших свои амбициозные идеи, демонстрирующие региональное видение предложенного Министерством экономического развития России проектного подхода к развитию каждого микрорегиона. О точках развития Мария Владимирова. Для демонстрации комплексного социально-экономического развития арктической зоны специально построили выставочный павильон. На площади более 1400 квадратных метров разместились экспозиции крупнейших компаний и восьми субъектов арктической зоны. Здесь и Красноярский край, и Республика Коми, и Архангельская область, и Ненецкий автономный округ. Каждый регион представил свои проекты, на реализацию которых требуется помощь инвесторов. Не исключением стал и наш регион. Сергей Кулаков шутит. Удары в бубен как средство привлечения инвесторов. Ненецкий округ готов к реализации крупнейших проектов. Один из них – глубоководный порт в Индиге. Основным проектом инвестиционной Ненецкой опорной зоны на сегодняшний день является строительство глубоководного порта Индика. Это опорная точка Северного морского пути «Наша гордость», который вошел в список приоритетных проектов, утвержденных Министерством экономического развития и вошел в проект новой государственной программы социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, что для нашего округа является большим достижением. Проект будет реализован на основе государственного частного партнерства. Декларация о намерениях по инвестированию в данный проект была согласована Росморричфлотом с некоторыми заявлениями, которые мы сейчас отрабатываем. Также были направлены письма с предложением о сотрудничестве. И сейчас мы работаем с нашими финансовыми инвесторами. Параллельно этому идет еще один инвестиционно привлекательный проект. Это строительство участка дороги Сосногорска-Индига, по которому можно будет осуществлять транспортировку углеводородов до порта, а дальше на экспорт по Северному морскому пути. Наряду с промышленными объектами Ненецкий округ развивает и туристическую отрасль. В этой сфере самые амбициозные проекты. Туристические рекреационные классы, которые мы планируем сделать на базе нашего турцентра, с горнолыжными склонами, с аквазоной, большим кемпингом, с пустозерским острогом и системой гэс-хаусов по всему региону, чтобы туристы прилетали и могли в зоне туристической привлекательности сразу у нас оказаться и получить комфортные условия и услуги в сфере туристского сервиса. Мы сейчас находимся на стадии проектной разработки и, соответственно, можем презентовать только пока проект. Я надеюсь, что через год у нас проект уже появится в полноценном виде, после которого мы начнем полноценный поиск инвесторов и будем выходить на отношения в сфере государственного частного партнерства. Арктический форум – серьезная площадка для поиска потенциальных инвесторов. Каждый северный регион представляет проекты, реализация которых даст новый виток развития и потянет за собой все остальные проекты. У республики Саха-Якутия целый комплекс инвестиционных проектов, которые планируется развивать в составе северо-якутской опорной зоны. На сегодняшний момент уже подготовлены концепции его развития, в которую, помимо прочего, вошли два системообразующих проекта. Первый проект – это модернизация флота и строительство судов на базе высокотехнологичной ажиотайской судоверфи и морской порт Тикси. Корпорация развития республики Саха-Якутия осуществляет подготовку и реализацию данного инвестиционного проекта. В настоящее время разработан бизнес-план финансовой модели, в разработке находится проектно-смертная документация. Судоверфь будет создаваться на базе уже существующего завода, житайского судоремонтно-судостроительного завода. После ввода в эксплуатацию проектная мощность судоверфи составит 10 речных судов в год. Кроме того, можно будет модернизировать до 6 судов в год и проводить также ремонтные работы и утилизировать сюда на другом берегу. Арктика – это не только добыча нефти и газа, развитие северного морского пути и реализация промышленных проектов. Арктика – это и кладовая природа. Все самое вкусное и полезное представила компания «Гелиус» из Архангельска. Это комбинированные продукты, которые в сочетании обладают определенными свойствами. Это продукты, которые способствуют акклиматизации, адаптации человека на севере, которые поддерживают иммунную систему, способствуют повышению резервных возможностей организма, а также выносливости, работоспособности, а соответственно, если используются военными, то и боеспособности. А что у них в основе лежит? Какие-то северные травы? Экстракты из лекарственного растительного сырья. Потому что в лекарственном растительном сырье содержится естественно комбинированный витаминно-минеральный комплекс, который очень хорошо усваивается организмом человека. Он не воспроизводится никак. И это самое главное. За 25-летнюю историю предприятие изготавливало витамины для восстановления солдат после ранения. Начиная с 2011 года витаминизированные напитки успешно используются в питании космонавтов на Международной космической станции в составе дополнительных наборов продуктов и формируются по индивидуальным вкусовым предпочтениям космонавтов. Инвестиционные проекты, исследования, перспективные разработки достижений в сфере науки и технологий. Всё это направлено на ответственное освоение Арктики. В настоящий момент программа по экономическому развитию Арктического региона включает более 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей. Прежде всего, поддерживаются инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнёрства и создание опорных зон развития. Особое внимание уделяется и развитию Северного морского пути. Изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов делает его практически круглогодичной артерией. Во всяком случае, в ближайшее время, уверен, так и произойдёт. Причём эффективный и надёжный, имеющий огромный потенциал для российской, но и для глобальной экономики. Я уже поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы. Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Севморпути, что позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией. При этом хорошо понимаем, для того, чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов, от сырья до контейнеров, необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия. По прогнозу Росатому, через пять лет объём грузопотока по Северному морскому пути может вырасти до 35 миллионов тонн. Подтверждение тому является востребованность использования этого маршрута такими крупными проектами, как Ямал-СПГ, реализуемый Новотеком, и разработка Новопортовского месторождения «Газпромнефти». Ещё одним крупным игроком в этом списке может стать и Ненецкий округ.